Уголовное дело о грабеже расследуют следственные органы полиции. Жертвой нападения житель Ивановской области стал в тот момент, когда пытался продать золотые цепочки. Дежурная часть межмуниципального отдела МВД России Ивановской поступила в сообщение о 38-летнем мужчине о грабеже. Установлено, заявитель на одной из торговых площадок выставил пост о продаже дорогостоящих золотых цепочек. Через некоторое время с ним связался неизвестный и сообщил, что готов приобрести ювелирные изделия. Мужчины договорились о встрече возле остановки общественного транспорта на Коханском шоссе. Родовец, реализующий ценный товар, ни о чем плохом не думал. Пришел на встречу в расчете на то, что будет заключена выгодная сделка. Однако, как выяснится чуть позже, шел он на встречу с грабителем. Там потенциальный покупатель сел в авто потерпевшую, после чего они проехали в деревню Кочедыково. Взяв цепочки в руки, якобы для осмотра, неизвестно достал газовый баллончик, распылил в лицо продавцу. Выпрыгнул из автомобиля и скрылся в лесополосе. Сумма ущерба составила 285 тысяч рублей, а масса похищенных золотых изделий – около 100 грамм. Судя по тому, как решительно действовал преступник, покупать золото он не собирался. Изначально его целью был циничный грабеж. Выгадывал на вид, хотел продать. И они позвонили по видам покупателей. И вот я приехал на встречу. Он сел, конечно, на машину, беседовал минут 40 со мной. И типа, ну, тебе сказал, что вам нравилось, да? И потянулся в карман. И проснул баллончик ко мне и убежал. Вместе с цепочками, да? Да, 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 да. Я за ним убежал сколько смог, пока глаза полностью не закрылись. Ставший жертвой столь неожиданного преступления гражданин немедленно обратился с заявлением в полицию. Для сыщиков выловить вероятного преступника труда не составило. Слишком много своих следов он оставил в сети интернет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска зазреваемый в грабеже был установлен и задержан. Фигурантом оказался 30-летний житель областного центра. Задержанный признался, что совершил преступление из-за плохого материального положения. Похищенные украшения сдал в ломбард, выручив 100 тысяч рублей. Попавший в сложное материальное положение гражданин решил дела свои поправить радикальным способом. На сайте Авито нашел объявление о продаже золота. Окупать цепочки не собирался и, по собственному признанию, был готов к нападению с самого начала. А обстоятельства совершения именно какие? Как все происходило? Ситуация, как созвонился мужчина, подошел посмотреть за цепочки, распылил аэрозоль, забрал и пошел. А вы газовую болночку с сапы взяли? То есть вы их сознательно шли на преступление? Ну, уже теоретически, да. Хотели отнять и сдать потом, да? Ну, нужны были. У меня ситуация такая была. Да, срочно мне было деньги. Просто морально меня задавили так, чтобы надо было меня. Полученное преступным путем золото грабитель реализовал в ломбарде. На руки получил 100 тысяч рублей. Всю сумму унес на погашение кредитов и при этом остался должен еще полмиллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Грабеж. В отношении него избраны меры пресечения в виде домашнего ареста. Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова